приветствуем вас на канале смотри с нами в прошлых сериях взяв машину мы обколесили и с вами увидели всю черногорию после чего эта страна своей красотой покорила наши сердца но эта история не будет полной если мы не расскажем о всеми любимой черногорской столице туризма городе будва где каждый турист начинает свое знакомство с этой прекрасной страной несмотря на свои небольшие размеры будва самопосещаемый курорт в стране за 2019 год сюда приехал отдыхать свыше 2 и 6 миллионов туристов и не зря ведь будва самый теплый город на адриатическом побережье окруженный с одной стороны горным ландшафтом а с другой красивый пляжами с чистейшей водой и я предлагаю изучение инфраструктуры города начать именно с них пляжи в будве очень чистая с каменистым берегом оборудованы раздевалками и шезлонгами с зонтом как например этот славянский пляж который является центральным в будве а лежаки кстати по 10 евро то есть вам дается два лежака и зонтик со столиком что принципе недорого это на целый день вся будванская ривьера состоит из пляжей есть неплохой пляж возле старого города а чуть далее два пляжа могрен сюда чтобы попасть необходимо идти через старый город и вдоль скалы идете вам по дороге встретиться статуя балерины это скажем так визитная карточка буду здесь можно как видите покататься на сабборде вот можно покататься на лодочке 30 минут 20 евро плюс этого пляжа в том что здесь есть песочек что собственно тем кто устал ходить по камням будет очень приятно а еще в том что здесь очень красивая дорога через скалы и можно много найти место где пофотографироваться кстати здесь есть кот необычный у которого хвост черный как будто это просто не его хвост а сам он весь белый смотрите есть кафешки шезлонги раздевалки нормальные закрывающиеся они просто шторочка который ветром сдувает и вы такой стоите без трусов ну а между первым и вторым пляжем вы проходите через скалы что добавляет изюминку этому пляжу два шезлонга с зонтом 15 евро здесь больше знаете как ну не совсем песок это как мелкие 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 камни которые в принципе по ощущению поприятнее чем большие камни будет сто процентов комфортно старикам детям в принципе всем наверно благодаря камням вода такая же лазурная поэтому этот пляж вам рекомендую обязательно для вашего посещения когда вы отдыхаете в будве друзья если вам надоели пляжи будвы и вы хоть чем-нибудь новенькая то совсем недалеко есть пляж рафаилович и где рядом и такая красивая скала и получается отличные фотографии девочки точно заценят поэтому приезжайте сюда недалеко от будвы в предыдущем делах прямой видимости находится остров святого николой который местные жители называют остров школе из-за своей формы что переводится как ракушка в то время как молодежь чаще называет его гавайи от одноименного пляжа на острове пляж гавайи это прекрасный пляж с бирюзовой водой куда каждый час за 5 евро отвозят лодочки со славянского пляжа там тоже галька и нет песка но вы знаете цвет воды снорклинг кафе и вид на будванскую ривьеру скрасит все ваше время отдыха с пляжем и мы разобрались я предлагаю перейти к отелям при выборе отеле не стоит заморачиваться с его отдаленностью все отели в буду расположены в пешей доступности от моря так что прогулявшись в тени по местным улочкам и паркам вы сделаете свой отдых не только интересным но и полезным для здоровья отели в основном с неполным пансионом по питанию и любителям готовиться не можно снять квартиру с кухонным блоком покупая самим продукты в супермаркете цены на продукты и одежду здесь невысокие так что при желании можно устроить шопинг в торговом центре правда связи с коронавирусом они как весь бизнес черногории работают не на сто процентов но об этом расскажем вам немного позже еще такой прикол ребята вот так вот маску здесь нефига сносить всем будет поправьте оденьте нормально поэтому вот так вот если таки безопасность превыше всего понимаете а не подогрев подбородка а за колоритом и гостеприимностью черногорцев рекомендуем зайти на рынок зелена пьяца вас ждут с угощениями вы можете попробовать все принципе если даже голодные можете приехать сюда и наесться с удовольствием распробуя почти все на рынке прямо на входе вам предлагают попробовать домашний пшут сыр и все остальное здесь вы встретите просто большое количество разных фруктов овощей все свежие и даже смотрите домашнее масло оливковое есть лайм это все здесь растет прям все сорвало только с утра или там вчера обязательно домой возьмите каких-то негурских там шута возьмите сыра негурского инжир домой себе а в общем ребята если вы любите все пробовать вам сюда вот видите уже уже предлагают вино попробовать в общем вы сюда я вам точно говорю трезвый и голодный не уйдете сто процентов есть еще такой фрукт называется зизи фус прикольная штука на вкусе как и такое знаете маленькое яблочко не очень оттима даже кстати есть грибы смотрите друзья эти кстати грибы прямо с дурмитора прикиньте да сушки ну здесь очень колоритника знаете хотите понять страну пойдите на рынок вот они такие все и есть черногорцы они добрые они добродушно открытые к вам и сюда вас чем-то угостят ну и самое главное по поводу безопасности друзья здесь не то что безопасно гулять здесь машины не закрывают багажник открытый стекла опущены соседняя машина стекла опущены никто ничего не ворует автомойки идут здесь чаще всего без каких-либо стен просто крыша и как бы виде даже закрытая просто на какой-то маленький замочек вся техника никто ничего не ворует при желании там даже можно пролезть что-то забрать никто это не делает друзья буду еще есть такая интересная вещь это контейнер который сам себя запрессовывают вот такой видите зеленый стоит большой сейчас покажу как это работает сюда кидайте мусор нажимаете кнопочку в общем вот так это работает такой контейнер сам отдельно стоит как бы подключен к розетке очень удобненько может так за недельку на прессовать со всего района потом приехать раз его забрать не знаю что у нас до этого не догадались не понимаю ты гуляешь по городу никто тебя за руки не цепляет как в турции или египте никто тебя не обманывают магазинах или в кафе ты просто здесь отдыхаешь и за это огромное спасибо черногорцам но раз безопасно гулять то давайте поговорим о развлечениях будве в черногории легализованы казино так что у вас есть прекрасная возможность пойти исполнить все деньги взятые на отдых чего мы вам не рекомендуем а также любителям крутых ночных клубов и тусовок тут будет скучно ведь буду это курорт для семейного отдыха но вот что не даст нам заскучать так это экскурсии по тем местам где мы снимали предыдущие фильмы парки утопающие в зелени и набережная куда все выбираются вечером на прогулку где можно поесть мороженого купить сувениров поиграть с детьми и встретить закат найдя свой любимый ресторан из десятков растянувшийся вдоль набережной с гостеприимной атмосферой и встречающих вас на ужин друзья еще есть классное кафе называется жадрам приходится прямо на берегу по набережной как будете идти здесь аншлаг всегда сыграет живая музыка поют два веселых дядечки душевные песни на даже русские песни поет сюда приходить попробуйте обязательно скажите свое мнение нам это место очень понравилось а если вдруг вам захочется насладиться красивыми видами свысока то вот наши рекомендации мест откуда открываются великолепные виды возле будвы есть отличный ресторан откуда открывается просто неимоверно красивый вид на старинный город будвы на закат на восход и мы сейчас вместе встретим закат и вот я хотел показать красивый закат а в этот день он был обычным но ничего вот вам красивый закат немножко с другого места с набережной но закрепите себе эту локацию так как это отличное видовое кафе с недорогой кухней ну идем дальше друзья с другой стороны есть отель одровец называется все локации разумеется будет внизу и здесь открывается с высоты другой вид на остров святого стефана тоже бухту будвы в этом кафе чуть дороже цены на все на коктейли на еду на все в том кафе будет чуть дешевле где мы были перед этим и виды конечно здесь шикарные вот вид с этого кафе смотрите как вот вам ребята кафе возле будвы где вы можете провести с любимым человеком отличные вечера хотя по секрету я вам скажу мы мотались так по что так и не получилось провести надеюсь вы это сделаете за нас если пройтись по набережной в сторону старого города то вы попадете в маленький порт будвы где музыка соседних кафе переплетается шумом гостей и звоном бокалов красного черногорского где лодочки раскачиваются в такт играя в вечернем танце из морских волн голодных чаек и отраженных огней ночного города здесь рыбаки вечером выносят на продажу свежевыловленный улов а местные по дороге домой покупают морепродукты и рыбу здесь цены низкие а душевные разговоры и любовь к стране на высоте ведь это место порт и старый город одни из самых древних на берегах адриатического моря и как вы поняли наш рассказ пойдет о старом городе есть множество археологических подтверждений тому что первые поселения на территории будвы были в пятом веке до нашей эры по легенде город был основан кадмусом финикийским который был изгнан из греции и нашел здесь пристанище для себя и своей жены гармонии две другие цивилизации греческая и римская также оставили бесчетное количество следов после падения римской империи и ее разделение на две части при этом раздельная черта как раз проходила через будву что оказало огромное воздействие на культуру этого региона после этого город был под владениями венецианцам австрийцев австро-венгерской империи сербов хорватов словенцев и лишь с тридцатых годов начал понемногу обретать статус международного курорта после кое-как пережил вторую мировую войну и лишь 79-м после сильного землетрясения большая часть города была разрушена и будванцы собственноручно восстановили каждый камешек в этом городе так что посетив старый город притрудьтесь к стенам поговорите с местными живущими в нем прогуляйтесь кварталами выпейте кофе в местной кафешке и прочувствуйте как эти люди и город пройдя сквозь тысячи лет и природные катаклизмы не сломали свой дух любовь к своей истории родине дому и близким а сейчас будет немножко грустная нотка будва после пандемии совсем упустела много мелкого и среднего бизнеса так и не смогли начать свою работу как наверное во всем мире после открытия границ прекрасная черногория старается во всю чтобы отдыхающие почувствовали себя комфортно и туристическое направление вновь ожило сейчас самое прекрасное время отдыхать и путешествовать по черногории пляжи заполнил на 30 процентов цены низкие а черногорцы еще гостеприимнее так что если вы планировали свою поездку то именно сейчас эта страна вас очень ждет в гости и и Субтитры создавал DimaTorzok